Тук-тук, можно войти? Ты просил написать по поводу сервера и пиара Очень-очень хочет купить рекламу На что я даже не отвечаю Если ты будешь это смотреть, мне нечего сказать Первое, что он мне скинул Это ссылку На страничку своей жены Иии, всем привет, друзья С вами Ярослав Брулёв Если что, я никуда не пропал, я здесь Просто я для вас готовлю Очень-очень-очень интересный И смешной сериал по GTA Sam Я уверен, что вы видели такие видосы Как ютуберы показывают свои переписки Со своими коллегами И так же получилось, что такое я еще никогда не снимал И именно сегодня мы почитаем переписки С ютуберами по GTA Sam В этом ролике вы увидите Мои первые переписки с Артуром Лейджокером Также Малфой, Владислав Наконечный Экей Стивен Это же, конечно, у нас Данте А нет, вот наш и Хуга Ромеро будет И макияжер будет И даже Дапа будет Андрей Сукре, Фантомас, Феллини И многие другие ребята Возможно, даже растянем все это в две части Итак, первая страничка у нас Артур Лейджокер Артур Насатович Насатович Как видите, он счастлив со мной С Артуром мы познакомились и вправду Из-за Сампа, из-за Ютуба Мы живем в одной стране В Латвии Так, пока я листал переписку Я увидел вот этот вот скриншот Это что, блядь, такое вообще? А это что? Знаете, я смотрю на дату И мы будто каждый день переписываемся Смотрите, 24, 23 декабря 22 декабря 21 декабря Мы и вправду? Ярик, что не спишь? Здесь я отправил какую-то голосовуху Там порно нету? У меня родители спят А динамики громкие Вот я даже не знаю, что я ему дальше отправил Давайте послушаем Как у меня лагает компьютер У меня просто взрывается видеокарта Мой компьютер принял ислам Это еще кое-что Проблема есть Спит? Если нет, то это не проблема Еще один скриншот со времен Динозавров Мараш Шакур, смотрите 278 стримов Как я понял И 7000 подписчиков на канале Опа, еще один скриншот найден в переписке Первое место Аризона уже занимает А Даймонд РП догоняет С онлайном в 4,5 Дальше у нас идет Адванс И реально на четвертом месте У нас Гранд РП С онлайном в 830 человек А за ним Люкс РП Помните такую серию? Артур Лай Джокер Это сообщение для тебя Ты зачем таким красивым был? Так, еще одно довольно интересное фото Которое было отправлено Артуру Это я фист Сделал для Артура Ну что, мужики, как вам еще один фист? Я думаю, на этой фотографии Переписку с Лай Джокером мы закончим Я потратил 40 минут Листая просто И она бесконечна Я так и не дошел до конца Поэтому Артур Иди в жопу У меня лагает комп И мы переходим к следующему Пацаку А это у нас Дмитрия Нищенко Или же Малфой Так, ну а с Малфоем здесь все намного проще Переписка у нас началась в 2018 году Она очень маленькая И первое, что он мне написал Ярик, где ты скачал такие звуковые переходы? На что я ему даже не ответил Извини, я не видел, наверное После этого Малфой у нас Очень, очень, очень хочет купить рекламу На что я даже не отвечаю Наверное, просто не вижу Малфой принял участие в моем каком-то челлендже Ну и когда у меня уже появилась своя студия дизайна Тут Малфой написал мне, чтобы заказать себе арт На тот момент он стоил 360 рублей Так, следующий у нас Стивен Честно, вообще не помню, чтобы хоть раз не переписывался Ну и в принципе, переписка здесь тоже очень маленькая Она началась в 2017 году Я написал Стивену, как делать оповещение Аааа, это у нас только-только-только появилось сообщество То есть, чтобы делать посты на ютубе А что здесь происходило, я не очень понимаю Спасибо, дай мне свой киви Не надо Да бля, мне неловко как-то Не надо Ну как знаешь Честно, я не помню, что я там такого сделал И почему Стивен хотел вернуть мне какие-то деньги Стивен, напиши в комментарии, если помнишь Так, так, так Здесь у нас Хуго Ромера То есть, в скобочках Данте Блин, Егор, я даже и не знал и не помнил Что мы с тобой общаемся так много Ай-яй-яй Данте Красавчик какой Я не могу 18-й год Опять возвращаемся к моей студии дизайна Данте Помнишь, как тебе только рисовали Впервые твой арт Блин, получилось реально круто На этом скриншоте Егор поделился с нами счетом киви Неплохо, брат, неплохо Ну а на этом прекрасном скриншоте с Егором А также Фелине сзади Мы переходим к следующему Потому что, в принципе, здесь переписки более личные были Не, ну это тоже довольно забавно выглядит, да Так, ладно, ребят, все На этом скриншоте переписку с Данды мы заканчиваем И едем дальше Она куда-то идет не в то русло Следующий небесный парень у нас Хуго Ромеро С Хуго Ромеро у нас явно очень мало переписок Я уже в самом конце, началась она в 19-м году И я помню, по-прежнему порой захожу Чтобы скачать звуки перехода Вот они здесь Ратник в подарок, Троян Нормально Так, Маки Ашер, Максим Бодопьян Ну это просто, знаете, это отец и сын И начало переписки у нас в 2018-м году И Максим мне отправил какую-то голосовуху Ярик, здорово, это там с Рождеством, все дела Хе-хе-хе-хе Короче, по делу, мне нужен клип В натуре видел твой дисс, типа ты нормально делаешь, прикольно Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Хе-хе-хе Хотите, включу дисс, про который он сказал прикольно Конец твоей карьеры и стоит не за горами Я беру, бля, дигалы, плюс нашу тебя, сука, садик Ну ладно, может на тот момент это было прикольно Сейчас это ужасно Ну да, по сути с Максиком у нас помимо нашей встречи в Киеве Фотографии и переписок толком нет Поэтому едем дальше Павел Громов ОК, ДАПА ОК, СМС Шо вы понимали, переписка с ДАПА у нас в 2020-м году Потом сразу же в 2019-м году Ну а потом сразу в 2018-м Ну, а переписка наша началась с моего текста в семнадцатом году ещё. Я хотел заснять ютуберы, ютуберы отгадывают. И тут мы решили списаться уже через месяц. Привет, я твой подписчик. Привет, я тоже. Можно фпфап купить. Какой именно? Плюс 20 тысяч фпс. А нет, он сломался вчера. Короче, как вы поняли, у нас с Пашей есть и серьёзные переписки. Ну, и как видите, есть не очень. Так, пацаки, а следующий у нас кто? Правильно. Фантомас. И наша с ним переписка началась ещё в восемнадцатом году. Запрос вам сделать обзор сервера. Техас РП. А обзор серверов не делаю, делаю только прероллы в начале ролика. И стоимость преролла у нас была 900 рублей. Ого. Я даже сейчас всё столько поставить не могу. Ну, а пока Техас РП открывается, следующий у нас Фелинь. Честно, я этого вообще не помню, но Фелинь мне отправлял какое-то видео. Давайте посмотрим. Ярик, извини, но я играю в бильярд. Я ж типа дохуя спортсмен бильярдный. И типа я крутой. А ты нет. И наша переписка началась в две тысячи семнадцатом году. И я помню, как он мне написал, но... Ну, просто взял и загасил Фелинь. Яр, здравствуй, сразу к делу. У меня на канале на ютубе. Один с ка подписчиков. Просмотр в среднем 10к на видео. Так вот, шо я хотел спросить. Твоя рубрика «Не смейся челлендж» продаётся? Или ты прокручиваешь любые видео в Сампе? Короче говоря, на тот момент Фелинь не хотел, чтобы я смотрел его сериалы и снимал на них «Не смейся челленджа». Кстати, встречное предложение. Стримы проводишь? Да. Сколько зрителей на стримах? Когда как? Может быть 40, а может быть и 100. Короче говоря, я его приглашал на Гранд РП стримить. Фелинь не дошёл до стримов на Гранде. Я не дошёл до «Не смейся челленджа» на его видосы. Ай, ай, ай. Господа, я думаю, не надо вообще представлять этого человека. Владислав Павлов. О, с Павловым пока что самая старая переписка получается. Шестнадцатый год. Ещё ни с кем, если не ошибаюсь, не было шестнадцатого года. Я спрашивал название песни из твоего интро. Давайте послушаем, что там за песня. Песня реально крутая. Так, по фотографиям с Павловым у нас есть фоточка с нашей квартиры в Москве, когда мы её снимали. Спальня, где Павлов спал. Вместе с Феллини на одной кровати. Следующий персонаж у нас Александр Архипенко, ну, либо Мара Шакур, очевидно. Если ты будешь это смотреть, мне нечего сказать. Наша переписка с Марасом началась в семнадцатом году. И первое, что он мне скинул, это ссылку на страничку своей жены. На что я ответил? Красивая. Всё. Да очень странно, очень странно. Здорово, свободен? Здорово, через минут десять, окей? Девяносто восемь зрителей сидят и пока не хочу заканчивать. Сто зрителей на стриме и не хотелось заканчивать. Двадцать пятое сентября семнадцатого года. Скайп не хочешь? Я тут с Милки и с Сантиасалой. Вау! Сантиасалой, Милки. Мы сидели все в Скайпах, в Дискортах общались. Ого. Следующий у нас Артур Митин. Тоже шестнадцатый год у нас переписка началась. Ты просил написать по поводу сервера и пиара. На тот момент я держал свой Headway DM сервер. И хотел купить у Артура тогда рекламу. На тот момент у него было шесть тысяч подписчиков. Но вся эта движуха с сервером быстро закончилась. И следующая переписка уже в семнадцатом году сразу. Будешь ПУБГ? Бля, ходил на улицу. Ещё актуально предложение. Также скидал фотографии старые. Это 2007 год. Это двенадцатый. Это тринадцатый. Четырнадцатый год. Это где-то семнадцатый. Это у нас Артур снимал видео, как изменилась внешность самп-ютуберов. Ну что, у нас осталось ещё пять ютуберов. С Никитой Вильтеичем у нас началась переписка в 2017 году. И он меня поздравил. Можно узнать, какой у тебя микрофон? Я уже дней двадцать не могу определиться. Я не могу подходящего человека найти, с которым можно будет совместные видеоролики делать. Андрей Лорд. Андрей Лорд. Даже не знаю, о чём мы с тобой переписывались. Переписка началась в 2017 году. И он мне впервые написал и попросил помощи по поводу моей сборки. Ой, я не видел, что ты писал. Короче, твою сборку юзаю. Топская. Как там замедление вырубать и включать? А то я его случайно всегда врубаю. И хуй знает, что происходит. По поводу замедления, я помню, был косяк в этой сборке, что у некоторых людей она со временем превращалась в какую-то слоу-мо игру. То есть она реально замедлялась и очень медленно всё происходило. Как-то решить я не знал, поэтому, в принципе, мы, кстати, эту проблему так и не решили. Ричи Хальяне. Ну вот с Ричи я точно не переписывался. Вот точно, ну давай. Так, Ричи я писал ещё в 2016 году. И помните, я говорил, я работал, типа, рекламным менеджером какое-то время. Здравствуй, пишу от имени проекта Гранд РП. Слышали о вашей ситуации с Аризоной, поэтому предлагаем тебе сотрудничество на свежем и перспективном проекте. Но на что мне Ричи так и не ответил. Далее у нас переписка уже была в 2019 году. Я Рику, шаришь за Клео. Привет. Ну, смотря что тебе надо. Да я ставлю фасконнект, не получается. У него формат CS, я кидаю в папку Клео и нихуя. Если не ошибаюсь, сам Фунгс нужен. Я по-прежнему не знаю, я вообще правильно ему посоветовал или нет. Дмитрий Шульц. Баторя. Как минимум, я помню Баторю, что я у него покупал рекламу. И да, так и есть. Я в 16-м году, 22 августа, писал и просил рекламу. Я был готов заплатить 1400 рублей. Ого. Также Баторя мне предлагал на какой-то сервер поснимать какие-то видосы. Но это уже в прошлом и, в принципе, помимо этого здесь ничего нет. Поэтому переходим к последнему ютуберу. Денис Деларензи. Цой. Еще в 17-м году я просил Деларензи, чтобы он поучаствовал в моем видосе, где надо угадывать латышские слова. Тук-тук, можно войти? Я помню этот день. Если не ошибаюсь, это тот самый день, когда мы пошли в Дискорд, запустили стримы. И когда происходила вот эта вся движуха, я думаю, вы помните. Если вы смотрели тогда, вы сразу вспомните. Брулев, мне кажется, у тебя есть харизма, и ты можешь вполне нормально просмотр собирать. Тебе нужен какой-то толчок. Ну, а на этом наш видос подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось, и вы поддержите лайком просто за мои старания. Ну, а еще лучше, если вы подпишетесь на канал и не будете пропускать дальнейшие видосы. С вами был Ярослав Брулев. Подписывайтесь на Инстаграм, Вконтакте, все в описании есть. Всем пока.